Длится лишь миг великий момент, лишних мест не кривили нет. О, всё уже! Всем привет! Соскучились по нам? Ха! Я Сергей Чихачёв, и это 37-й выпуск «Ярких моментов». Как видите, гранд-финал континентальной лиги я не пропустил. Надеюсь, и вы оценили эффектное противостояние двух команд и трек «Нойз МС», вдохновлённый нашей любимой игрой. Кстати, вас ждёт ещё несколько сюрпризов, связанных с песней «Лига Легенд», но об этом чуть позже. А сейчас — к «Ярким моментам». Открывает наш выпуск шедевр от призывателя по имени Рома. Играя за Джина, он заманивает на закрытый показ сразу трёх врагов, пришедших по его душу — Пайка, Казикса и Джинкс. Три против одного — не самый честный бой, но заботливо разложенные ловушки одним потрясающим взрывом уносят жизни всех супостатов, оставляя виртуозу купаться в реках золота и лучах славы. Кажется, о таком представлении мы ещё услышим в «Ярких моментах». А теперь ждём ролик, где противников будет... Четыре! Грозный фрейльордский полубог и дух воздушной стихии вместе образуют тандем, которому даже целая вражеская команда нипочём. Валибир в руках призывателя Ворлок на пару с Жанной пытаются помешать противникам убить старшего дракона. Первой под ударом стихии падает Кейтлин. ЕСУ тоже недолго противостоит дерзкой парочке. Огромный урон бронированного медведя и помощь от ярости шторма быстро лишают красную команду преимущества и уничтожают врагов одного за другим. Подоспевшая к самому финалу битвы Мисс Фортуна любезно оставила Валибиру Пентакил. И правильно, ведь он его безоговорочно заслужил. Герой следующего момента, Лайтбитс, вовсю раскрывает потенциал смертного приговора Трэша. Он ловко цепляет Сетта, помогая Люкс попасть всеми заклинаниями и сразу после этого берется за Лиллию. Попавшись на крюк, робкий цветок уже не может спастись, а Страж Цепей тем временем готов вынести следующий смертный приговор. Трэш демонстрирует потрясающую интуицию, не позволяя Сетту броситься в гущу союзников с помощью скачка. Босс со злости пытается отомстить, но прометчиво попадает под башню, где и проигрывает дуэль Трэшу. Благодаря своему скачку и еще одному меткому крюку, тот спасается от тяжелых кулаков Сетта, а заботливые союзники не позволяют вражескому Картусу закончить смертельный реквием. Трэш возвращается на базу с чувством выполненного долга и лишними монетами, не греха и седьмым уровнем мастерства блеснуть. Пора сделать в нашей программе музыкальную паузу. Бодрящий концерт от Нойз МС на гранд-финале Континентальной Лиги надолго останется в памяти. А если вы еще не слышали трек Лига Легенд, то надо бы это исправить. Ведь совсем скоро в игре стартуют особые еженедельные награды, которые помогут скрасить ожидания до выхода клипа на эту песню. Получить подарки очень просто. Авторизуйтесь на специальной вкладке в клиенте игры и каждый день одерживайте хотя бы одну победу, чтобы разблокировать призы. И обязательно следите за официальным YouTube-каналом и соцсетями Нойз МС, чтобы не пропустить выход музыкального видео. Но на этом музыкальные новости не заканчиваются. Группа KDA заявила о своем возвращении новой зажигательной песни The Baddest, а еще обещанием долгожданного мини-альбома. Как шла работа над треками, можно узнать из комиксов «Гармония во вселенной». Ссылка, как обычно, будет в описании. Интересно послушать, что получилось у девушек. А теперь двигаемся дальше. В рецепте следующего яркого момента есть и храбрость, и самоотверженность. Но при желании их можно с успехом заменить на терпение и точный расчет. Играя за Шивану, Валло Джиджи вынужден наблюдать, как его соратники погибают, застигнутые врасплох синей командой. Полудракон решает стратегически отступить, а противники, получив преимущество, не гнушаются залезть прямо под башню. Вышка практически разрушена, но в самый последний момент приземление дракона обрушивается на врагов и стирает их с лица ущелья призывателей. Да, вот так чрезмерная самоуверенность обернулась гибелью синей команды. А отвага, хладнокровие и знание своих способностей принесли Шиване квадрокилл и помогли отстоять башню. Если какая руна и блистала в ярких моментах, так это триумф. Но Феникс оф Ода доказал, что присутствие духа тоже способно спутать карты противника и перевернуть ход игры. После битвы у Азира остается совсем немного маны. Он использует последние капли, чтобы отогнать Акали, но враги не прекращают наступать. Скачок через стену и пара атак, и вольный убийца погибает, а император пустыни с помощью присутствия духа восстанавливает достаточно магической энергии, чтобы ускользнуть от погони подвижным песком. Вражеский Тамкенч не успевает добить цель достаточно быстро, и властелин Шуримы с помощью подоспевших союзников превращает речного царя в ману, которой хватает, чтобы сбежать от Каина и даже расправиться с ним. Три убийства на минимальных уровнях здоровья и маны. Вот это по-настоящему императорское присутствие духа. Одни считают Зои назойливой, другие считают Юми раздражающей. Насколько же невыносимым будет их дуэт? В ролике от Титиви Гусака волшебная кошка и звездная посланница спасаются бегством после не самого удачного сражения на нижней линии. Им почти удается скрыться, но очередной выстрел Кейтлин оставляет Зои почти при смерти. Главный козырь уже летит следом, и Юми самоотверженно спрыгивает со своей союзницы, зная, что может не пережить столкновение со снарядом. Чудом уцелев, кошечка остается в одиночестве, ведь сама Зои уже улетела на взрывной шишке. Юми едва не настигают противники, но настоящих друзей не бросают в беде. Один прыг-скок, и волшебная кошка занимает свое место на плече звездной посланницы, а подоспевшая Маргана помогает удачливому дуэту скрыться. Вот такая вот занятная получилась прогулочка. Внимание, внимание! В рядах чемпионов League of Legends пополнение! В ущелье призывателей прибыла Самира! Вот кто точно знает все о стильных битвах. Делайте эффектные комбо, чтобы активировать абсолютные умения и разорвать противников на молекулы. А если предпочитаете сражаться по принципу «один за всех и все за одного», то не упустите события «Пси-отряд». До первого октября вас ждут новые образы, миссии, эксклюзивные награды и временный режим. В Legends of Runeterra тоже есть свои звезды и даже целые созвездия, ведь с дополнением «Зов горы» в игру добавился регион Таргон, а еще новые механики, чемпионы, карты, заклинания. Ох, и это только первая часть большого выпуска. Вторая выйдет уже в октябре, так что советую поскорее приручить драконов и освоить «Зов творения небес». Вам это пригодится. А в официальном сообществе лор ВКонтакте грядет финальная битва между Салари и Лунари. Вы еще можете успеть примкнуть к одной из фракций и помочь ей одержать победу, а также побороться за призы. Подробности по ссылке под видео. Teamfight Tactics с нововведениями не отстает. Набор судьбы уже в игре. В TFT появились новые уникальные механики, чемпионы, особенности и предметы. Экспериментируй не хочу. Чтобы выглядеть стильно в бою, не забывайте про маленьких легенд и свежие арены, которые ждут вас в магазине. А свежий пропуск и пропуск плюс позволят открыть множество эксклюзивных наград, просто регулярно играя в TFT. Обо всем читайте по ссылкам ниже. А нам? Нам пора возвращаться к ярким моментам. В одиночку отстоять базу против пятерки противников для Вейн в руках призывателя Де Пирс это не самая сложная задача. Вовремя использовав абсолютное умение и кувырок, ночная охотница избегает атаки мастера Йи и расстреливает его раньше, чем он осознает свою ошибку. Даже клеймо смерти не способно остановить Вейн. Ей хватает трех выстрелов, чтобы отправить Зеда, а затем и Юми на фонтан. В ужасе от такой скорой гибели союзников Тима и Шай опускаются на утек, а ведь всего один слепящий дротик мог бы лишить нас этого яркого момента. Вейн бросается в погоню и выходит победительница из финальной дуэли, вырвав заслуженный Пентакил. Но для того, чтобы выиграть игру, вовсе не обязательно в одиночку убивать пятерых. Иногда нужно лишь грамотно потянуть время. Призыватель Мурлок, играя за Каллисту, становится важным участником так называемой гонки баз. Пока красная команда штурмует Нексус Синих, Барт и Копье Возмездия пытаются обогнать их, ломая последние строения на другом конце карты. Из защитников в синей команде осталась лишь Лиллия, и она бесстрашно бросается в самую гущу врагов, рассыпая на всех усыпляющую пыльцу. В последнее мгновение она исполняет чарующую колыбельную, отправляя оппонентов в сон на пару секунд. Дальше остается только надеяться и верить в Каллисту и Барда. Враги дразнятся эмоциями и иконками мастерства, уверенные в своей победе, однако бах! И их собственный Нексус взлетает на воздух на целую секунду раньше, а союзники с другого конца карты салютуют робкому, но отважному цветку. А следующее у нас — видео от призывателя ниндзя-самурай. Ну и что, что он играет на Сионе? В душе он явно ниндзя, а на линии против него — самурай Ясуо. В их противостояние вмешивается вражеский лесник Грагас, и восставший сокрушитель резко разворачивается в сторону своей башни. Его догоняют, замедляют и даже выкидывают из подвышки, но любители хмельных напитков совершают роковую ошибку. Увлеченные погоней, они сами заходят в радиус обстрела башни, чем тут же пользуется Сион. Сион — неудержимое наступление и опустошающий удар, и противники погибают под выстрелами от строения раньше, чем успевают добить свою цель. А Сиону достаются даблкил, золото и прижизненный, а не посмертный, триумф. Чтобы эффективно использовать абсолютные умения с большим радиусом действия, нужно не только отличное знание игры, но и щепотку удачи вместе с хорошей интуицией. На средней линии завязывается обычное на первый взгляд сражение. Эш от призывателя «О боже, Дмитрий» решает вмешаться и отправляет в сторону МИДа зачарованную ледяную стрелу. Что же произойдет дальше? Она подстрелит кого-то в лесу, украдет монстра, пролетит мимо ровно между двумя чемпионами. Верный ответ прилетит в центр ровно в тот момент, когда Ирелия решит догнать отступающую Акали при помощи скачка. Изумительное стечение обстоятельств и плюс одно убийство в копилку союзника. На этой яркой ноте очередной выпуск нашей программы подходит к концу. Не забывайте голосовать за авторов тех моментов, которые вам особенно понравились, и обязательно присылайте свои собственные видео. А напоследок давайте вместе насладимся творческими работами от сообщества РУ-сервера League of Legends. До скорых встреч, друзья! РУ-сервера League of Legends 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 РУ-сервера League of Legends